Николай Григорьевич, здравствуйте! Рады вас приветствовать на форуме Технопром. Давайте поговорим о важности реализации проекта СКИФ. Ну, СКИФ — это флагманский проект программы Академия Городок 2.0 или Новосибирского научного центра. Мы рады, что он приземлился у нас, сами старались сделать шаги навстречу ему и были услышаны. Поэтому это, конечно же, такой вот суперинструмент, который нужен всей нашей российской науке и сибирской прежде всего. Поэтому то, что он будет в центре сибирского отделения с адресом Кольцова, нас всех радует. Это будет огромный микроскоп, который позволит самым разным наукам получить настоящее зрение. Самый яркий пучок фотона четвертого поколения будет получен уже на будущий год. И, соответственно, он как раз позволит представителям самых разных наук, медикам делать одно, бомбить раковые клетки, химикам читать структуру материалов, вирусологам изучать вирусы углубленно. Поэтому, конечно, думаю, что он приблизит и к Нобелевским премиям, и к мировым достижениям самые разные науки. И, думаю, произойдет это в ближайшее время. Поэтому переоценить его очень сложно. Для нас это еще и переселение большого количества активностей из Академгородка в нашу сторону. Мы это уже почувствовали. Поэтому всячески будем делать шаги навстречу этому проекту. И здесь отрадно, что этот флагманский проект вытягивает и для нашей территории, и дорожные проекты, и расширяет коммуникации с Академгородком. Будет расширяться до четырех полос и дорога, и въезд в Новосибирский Академгородок, и объездная дорога с двух сторон. Из Первомайского района и мимо полигона от Академгородка к нам. Все это в движении и уже в ближайшие годы оживет или оживает уже этим летом. Так что скиф большой уже в пути. На каком этапе сейчас строительство установки? К счастью, уже вошли в самую активную фазу. Мы, как говорится, долго запрягали, хотя не очень известный февраль 2018 года. Вот поручение президента, данное на Совете по развитию науки, было интенсивно реализовано, очень активно. И начались проектные работы, очень серьезные, более полутора лет. И вот с прошлого года уже началась такая рабочая серьезная стадия. Более 50 свай забито в фундамент. Фундамент ожил в этом году. Вся строительная площадка, самая большая строительная площадка Новосибирской области, одна из самых больших научных площадок в России, наверное, сейчас. Она оживает. Около тысячи разных кассок там работает строительных. Из них 150 только строят рядом, даже помогают разную нужную работу, иногда не очень квалифицированную, но необходимую по увязке вот как раз арматур и особого бетонирования кольца, устройства инжектора, ряда корпусов. Все это сейчас оживает реально, поднимается и к зиме должно уже ряд важных корпусов закрыться. И инженерной подготовки, обеспечения и корпус стендов и испытаний, административный корпус с блоком питания очень активно строится нашей фирмой проспект Кольцовской. Так что все в движении, все по плану. К тому же наши ядерщики с опережением графика делают начинку. Так что все идет, в общем-то, штатно. Хотя и были сложности и угрозы от санкций, от якобы невозможности нам самим решить многие задачи, но помогли и китайские специалисты, бразильцы. Кое-что, что делалось когда-то в Японии и в Америке научились наши яфовцы делать сами. Так что все идет нормально. Мы знаем о том, что в Наукограде Кольцова реализуется очень много проектов. Давайте чуть более подробно поговорим о них. Прежде всего, это те проекты, которые непосредственно связаны со скифом и должны обеспечить вот возможность принимать разное количество сотни и даже тысячи специалистов со всего мира из разных регионов. Поэтому ближайшие планы, конечно, строительство гостинично-развлекательного комплекса для того, чтобы принимали. Конечно, конгресс-холл. Что-то среднее между домоученым и экспоцентром. Там, где можно было разместить наш Маграциональный центр культуры, поскольку мы вырастали из поселка в Наукоград и не все увязано. И, конечно же, возможность проводить форумы, разные симпозиумы, трансформируемые залы иметь и большие залы. Это все будет решаться в рамках проекта конгресс-холла. Сейчас он заканчивается, его проектная стадия, и мы надеемся, что в ближайшие годы при поддержке области федерации он будет построен. Конечно, в наших планах еще строительство школ, садиков, городская среда очень активная, потому что это тоже привлекает и задерживает специалистов. Очень надеемся, что будет поддержано служебное жилье и по советскому варианту с прямыми субсидиями. Очень надеемся, что сельская ипотека будет заменена наукоградной ипотекой или научной, за что тоже вместе с нами бьется и наш губернатор Андрей Александрович Стравников, который очень серьезно помогает нас и со стадии определения посадки этого проекта в Кольцово и его сопровождение социальной сферой. Так что еще впереди и центр медицинской технологии, такой современный, потому что мы должны отвечать требованиям современного специалиста, который будет закрепляться здесь. Так что планов много, не говорю об инженерных, дорожных планах, они все тоже в пути. Так что СКИФ вытягивает большой шлейф вот всего пояса развития. И мы надеемся, что ось Кольцово Академгородок тоже обрастет и Smart City с одной стороны, а с другой стороны зоны внедрения, куда будут падать еще и в направлении СКИФа проекты Академпарка, Сибирского отделения нашего биотехнопарка. Так что зона внедрения тоже должна появиться в относительно ближайшее время в Бразилии наукограда Кольцово и Академгородка. Николай Григорьевич, я желаю, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо и всем, кто приезжает и любит и поддерживает Кольцово.